Итоги регионального чемпионата молодые профессионалы им станут известны уже в пятницу 6 декабря. Напомню, в этом году в состязаниях принимают участие 75 студентов и учеников старших классов. Напомню, также испытания проходят в 8 компетенциях, 3 из которых появились только в этом году. Это сантехника и отопление, лабораторный химический анализ и социальная работа. Состязания проходят на базе средних профессиональных образовательных учреждений округа. В одном из них побывала и наша съемочная группа. Наибольшее количество площадок, на которых проходит региональный чемпионат молодых профессионалов, представлено на базе Нинецкого аграрно-экономического техникума. В компетенции предпринимательства участвуют юниоры, представители пяти школ города и шесть команд основной состав. Это студенты НЭЭД и СГК. Ребятам предстоит представить на соток экспертов свой бизнес-проект. У них есть идея. Эту идею они разрабатывали за месяц. Выдается задание ребятам и они готовят домашнее задание. То есть пишут бизнес-план со своими наставниками и сейчас нам представляют его по-модульно, поэтапно. Особенность нашей площадки, нашей компетенции предпринимательства у нас групповое участие. То есть оценивается команда из двух человек. Пока будущие предприниматели оформляют свои идеи, повара жарят, варят и запекают. И все это под пристальным вниманием экспертов. 12 человек у нас участвуют. 6 человек со стороны Нинского профессионального училища, 6 человек со стороны техникума экономического нашего. По 6 человек мы выступаем в смену. В день у нас производится 2 смены. В этом году ребята в первый день отрабатывали формы нарезки. Формы нарезки они узнавали за 15 минут до старта. И также тот овощ, который они будут нарезать, узнавали за 15 минут до старта. Во втором модуле, который сейчас ребята демонстрируют, один из первых этапов у них был приготовить соус. Три вида соуса. Опять же, они узнавали соус за 15 минут перед стартом. Сейчас ребята у нас готовят холодную закуску из рыбы и готовят второе блюдо из говядины. В соседней аудитории идет процесс не менее интересный. Здесь впервые проходит испытание в компетенции лабораторный химический анализ. Здесь у нас сревнуются участники, которым уже исполнилось 16 лет. Это основная группа до 22-х. 16-ти до 22-х. В самом конкурсе у нас 5 модулей. Каждый день они выполняют один или два модуля. Ну, разного уровня сложности. Сегодня у них два модуля на приборах – на рефрактометре и на потенциометре. Это приборы для выполнения физико-химического метода анализа. Еще одна новая компетенция для нашего региона – социальная работа. Как нам рассказала директор Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова Оксана Данилова, решение о том, какие компетенции будут представлены на региональном чемпионате, принимается совместно с педагогическим коллективом. Согласовываем это с нашим региональным центром компетенций. И, конечно же, мы согласовываем это с нашим департаментом. Смотрим наши возможности. Это и с технической стороны, и с материальной базы. И вот, допустим, мы приняли решение, что мы будем открывать социальную работу, так как когда эта компетенция появилась в списке возможных для участия, то мы просмотрели все требования согласно инфраструктурного листа, и мы поняли, что наша материальная база, наши возможности мы можем реализовать. Как отметила вице-губернатор округа Наталья Сидорова, благодаря участию в чемпионате «Молодые профессионалы» ребята получают бесценный опыт, а среднее профессиональное образовательное учреждение имеет возможность обновить оборудование. Во-первых, мы, значит, благодаря все-таки поддержке окружного бюджета, Александр Витальевич уделяет огромное внимание этому направлению. Кроме того, здесь хотелось бы отметить и помощь компаний-недропользователей, и, безусловно, федеральный бюджет. В этом году у нас СГК прошли конкурсы, и на следующий год привлекли тем самым федеральные средства в размере чуть более 10 миллионов рублей на компетенцию социальной работы. То есть в этом направлении мы работаем. Закупаем, соответственно, новое оборудование, которое в дальнейшем используется в учебном процессе. Имена победителей регионального этапа будут названы на торжественной церемонии закрытия чемпионата уже в пятницу 6 декабря. Добавлю, что мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы. Повышение конкурентноспособности профессионального образования». Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал Север.